Всем большой привет! Меня зовут Таня. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео хочу рассказать вам об очень бюджетном, простом, деликатном и, самое главное, эффективном способе избавления от черных точек. Поговорим сегодня с вами о масляной чистке пор. У меня, кстати, на канале есть уже несколько видео о том, как избавляться от черных точек с простыми бюджетными рецептами. Ссылки на них я оставлю внизу в инфобоксе. Если интересно, посмотрите. Уверена, вы там найдете то, что на вас будет эффективно работать. А сегодня, как я уже сказала, мы поговорим о масляной чистке пор. Для этого способа вам понадобится всего лишь два средства и полотенце. Вам понадобится два вида масел, касторовое масло и любое базовое масло и полотенце. Больше ничего не нужно. Для того, чтобы понять, как вообще действует этот способ, как масла способны избавить от черных точек, нужно понять, что такое черная точка. Черная точка – это открытый комедон, который появился в результате закупорки пор кожным салом, загустевшим, роговевшими частичками кожи и частичками пыли и грязи, которые есть вокруг нас. А черная точка становится в результате процессов окисления. И, как мы знаем, подобное растворяет подобное. Жиры растворяют жиры. Поэтому масла отлично растворяют содержимое пор и избавляют нас от черных точек. Этот способ реально работает и работает очень здорово и эффективно. Но кому-то понадобится одна процедура, а кому-то нужно будет сделать эту процедуру несколько раз, чтобы увидеть на себе эффект. И самое главное, что мне нравится в этом способе, это то, что он очень деликатный и совершенно не травмирует кожу. Как я уже сказала, нам понадобится два вида масла – касторовое масло и любое базовое. Касторовое масло обязательно должно присутствовать, а вот базовое вы можете выбирать любое на ваш вкус. У меня, например, сейчас есть масло виноградной косточки. Это также может быть даже самое простое, например, оливковое масло или масло жожоба, масло абрикосовых косточек, персиковое масло, масло авокадо. Любое, в общем, базовое масло, которое у вас есть. Единственное, я вам не советую использовать подсолнечное масло. Его лучше оставите для готовки. Но оливковое можно. В каких пропорциях я смешиваю? Я беру одну чайную ложку касторового масла и смешиваю ее с двумя чайными ложками базового масла. После того, как вы смешали масла, можно переходить непосредственно к самой процедуре. Для этого необходимо снять с кожи макияж, очистить лицо, умыться и уже на чистую кожу наносить пальчиками смесь масел на те участки, где у вас есть черные точки и массировать где-то 15-20 секунд. Массируем, массируем, массируем. Потом берем небольшой полотенчик, смачиваем его в горячей воде, тщательно отжимаем и горячее полотенце накладываем на лицо. В чем суть? Нам нужно сделать так, чтобы наши поры раскрылись и масло глубоко проникло в поры и начало там растворять наши сальные пробки. После того, как полотенце уже начинает на лице остывать, мы полотенце с лица снимаем, снова обмакиваем пальцы в масляную смесь и снова массируем места с черными точками 15 секунд. Потом опять мочим полотенце в горячей воде, отжимаем и накладываем на лицо. Все эти процедуры мы повторяем 3-5 раз. После этого я умываюсь самой деликатной пенкой или гелем для умывания, какие у меня есть, для того, чтобы смыть полностью с лица масло и на лице не оставалась никакая масляная пленка. И в конце всей процедуры ополаскиваю лицо холодной водой несколько раз, чтобы максимально сузились поры. Эту процедуру я советую проводить к вам, конечно же, вечером, перед тем, как вы будете ложиться спать. Не нужно этого делать утро, когда вы закончили все, умыли с холодной водой, поры сузились, можно наносить весь ваш привычный уход, тоник, сыворотку, крем, крем под глаза, в общем, все, чем вы пользуетесь. Я лично вижу эффект от такой чистки уже с первого раза, но, как я сказала ранее, кому-то может понадобиться одна процедура, а кому-то их понадобится сделать несколько, может быть, 2, 3 или даже 5. Тут уже все зависит от вашей кожи, от того, насколько у вас глубокие, узкие или широкие поры. В общем, от особенностей вашей кожи. Все очень, конечно, индивидуально. Единственное, кому точно не стоит делать такие вещи, так это тем, у кого есть прыщи в острой фазе воспаления. Вам тогда лучше воздержаться от такой процедуры. Вы можете себе только навредить и разнести бактерии по лицу. Мне нравится этот метод за то, что он очень деликатный, мягкий, ничего не нужно выдавливать, ничего не нужно травмировать, никакими абразивными частичками, скрабами, содой и еще чем-то. Самый такой мягкий, деликатный способ из всех, которые я знаю. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным. Если это так, поддержите меня, пожалуйста, пальчиком вверх. Кстати, если вы пробовали такой способ очищения пор, делитесь в комментариях вашими отзывами. Как он вам подошел, не подошел, будет очень интересно узнать ваше мнение. Все, с вами была Таня. Я с вами на сегодня прощаюсь. Целую, всех обнимаю. Пока-пока. До встречи в новых роликах.